вот сегодня 14 мая 16 года вот володя с никитой везут материалку чтобы закрепить вон туда надо поближе подъехать вы куда-то заехали не туда зачем туда вон там надо было куда заехать все хорош а теперь посмотри назад лишь как похода могли пройти вон здесь зеленый давайте разгружайте и ты поможешь туда унести толстые которые а эти оставлять здесь вот давай этот прошлом году тут делать тут видно камыш там он дальше коров гоняет где а здесь вот сколько выбрана это косили на шалаш вот сейчас я залезу вот она как выглядит наш у нас и все это загораживаем чтобы скотина сюда не попала а а а а а а Вот и наш ладер Вот это находится По 3 метра напилили Ты сейчас поедешь, длинную жертву возьми какую-то кривую, не прямую только Вон туда надо будет положить ее Ну вон там мы прибьем Чтоб коровы не заходили туда Ошкуренную, правильно? Конечно, ошкуренную, ты чего спрашиваешь-то? Не ошкуренную на 1 год А это вот колхозная Вот туда тащи вот эти листики-то Все, сейчас тележку иди, бери А вот эти вот палки унеси туда Штук 5 туда унеси Нет, наклонять все трудно И дальше будет Видите, как отсюда Видите, как отсюда А что открыть здесь Отвечения будет А там Храна Вот даже не могу навестить на хране Где он храна? На солнце, потому что Утро садилось, а мы были в черное Его назвали гальян-море Вот так Сейчас у нас тут бобры Хулиганят Разрывают платину И нужно что-то делать Инструменты, забирай весь Володя тут помогает А вот это вот лок Это вот после потопа остались Представь себе, какая высота Вот Вот Как берега Досходится И какая глубина Меньше 6-7 метров Больше даже Больше 10 метров Может быть И вот Начинается тут Прямо рядом в деревне Это И все понимают Это вода промыла А где вода? Откуда взялась? Гор? Нету И вот начинается оно Прямо здесь, в деревне За деревней рядом Лох Ровное поле И вот такой лох Такая ширина И ширина Тут Метров Семьдесят Сто Даже Все Вымыто Потоп После года потопа Вода Уходила Вот Еще это будет Ну еще Будет Инструмент Надо брать Вот Она как Возвысили ее На Даже Видно отсюда Как Высоко взяли Вот До старого Тут Почти Полтора метра Насыпь Вот Теперь У насыпь Стараемся Сохранить Это Дамба Самое затруднение Не знаем пока Как сделать Посреди у нас Настоящее Вола Мы не можем Стоить соединить Пока тут не сделаем Как-то Оборону Тут пролив Внизу Вода течет А как Вот этот пролом Заделать Пролом Этот Надо поднимать Кверху Ну и пока Не знаем как Вода течет И течет Течет Непрерывно А откуда Вода течет Ну родники бьют И мы его поднять Могли Воду Выше А куда выше поднимать Выше то и некуда Потому что Вот я опустился Книзу Вот она Достающий Выше Еще чуть-чуть Приподнять Выше Так она Там Дальше уже вода утекает Надо поднимать Вот этот Как-то здесь Заделывать И Чтоб землей Было закрыто А здесь Делать Как такой Шибер Чтобы поднимать Больше метра Как его сделать Тоже Неизвестно Ну как-то Надо Тут Вода Течет Уходят Там Какие-то Бревна Лежат На дне Как они туда попали А как бревна туда попали Вот эти вот два Не знаю Даже давно Видимо Ты их все не видел? Нет Ну вот эти два бревна Потом Когда будет теплее Мы его как-то вытащим оттуда Но каким-то образом Попали они туда Даже не знают Это Вот Лагерный пруд Тоже Вопросы Стоят Еще не знаем Как тут Дальше сделать Бетонировать Надо как-то Посередке И Старый Который Вода Еще Боязно Закрывать Вот оно Как налево Видно Вот Вот Тут пролом был Моры Вырыли Пришлось Раскапывать Эти бобры Ну а вот Это прорвало И вот она пошла И там вон все глины Надне слабом Куда вынесло нашу глину Дальше Глины Нигде нет Я тут проломил То есть прорыв Сделала Задержали Маленько Ну и здесь На целый метр Еще Поднимать Ну не знаю Вот они Тычки эти Натолкали Прирастут они Или нет Тоже неизвестно Это вот Насадили Ветла И прочим Как оно будет Неизвестно Вот Как Ответ Какой Дает Вода Вот Они сюда Носят Это Здесь Метра Три Глубината Фрут Там Глубже был Как бы его Внутри Там Сколько По сравнению с тем Там метра на три Наверное На два Билом Занесенный Внутри А дальше Это Вот Кто-то вспомнил Как Прещение Пронимали По На Словен Мастер Вот 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 Здесь Разрывалка Вторая Раздевалка Две Раздевалки Две А там Дальше наш огородчик Лагерный Вторая Раздевалка А там Дальше этот туалет Чтобы Что-то там Нет это Вороться Вороться туалет Посередка Здесь Вон Вон Он Прут какой Наверное Наверное Нас Интересно Мы взяли Жерсть Положили Чтоб коровы не заходили А Её не почистили А Её Задой Прогрыз Бобёр Згрыз Вот Она идёт Которая Жерсть Загрыз Вот Сейчас нам нужно Хорошо Закрепить Потому что Наклон стены Это всё пропало А почему А вот видите как Вот оно Оно снегом Разломало их Переломило Много снега Их надо было на ребро ставить Ну Не поставили Мы не знали Что это нужно Так А там ждали Чтоб вода не прошла Прорыв воды А прорыв Получился не из реки А оттуда наоборот Поднапёрла вода Снаружи стороны И промыла Этого тоже Мы не могли знать Отошёл Сегодня у нас 14 мая 2016 года Завтра будет 25 лет деревни Это вот Нынче у нас Готовили мы Лагерный пруд Ну И неправильно Бруски поставили Плошмя Вот оно Плошмя Надо их Ребром Остановить И снег Переломал И сейчас Мы ставим Берёзовые Это Володя Пащенко Забивает Вот мы Семь 2 Ребята там Шкурят новые Жерди Вот и всё Всё на том Работа окончила Мы сегодня пришли Столько Все заменили А в двух местах Оставили те же старые И усилили Новыми усилили Жердями Ну вот Где-то у нас 2,80 Ширина Ширина Столько Там Маленечко Не хватило Как будто Поворот Такой Небольшой Ну ладно На счёт Не влияет Показать Этот пруд Вот как И вот здесь Вот Эта жерсть Мы сделали Загородили Бобёр Достал Вот она Вот возьми Покажу я его сейчас Вот она Вода Вот она Вот она Подкушал Она хорошая Но мы сделали Чтоб коровы сюда не заходили Вот он Выгрыз Всё и здесь точно так же А она лежит на боку И дала Ростки Вот ещё Уже сделали Ещё Может потом Жерсть какой-то Загоним Надо Сюда Мы отсюда сделали Чтоб вода Не уходила А она Попёрла С той стороны Там Большим напором Прорвалась В наш пруд И пошла Этого Мы Видишь Как Мастели И делали Ну Там Чтобы Загородили И в воде Некуда было идти Мы сами это сделали Ну да Надо было пробить Нашейку Ну Мы не думали Что оттуда Вода Она как шла Где-то там Вон оттуда Где она поделась Вода Я не знаю Тут она не могла пройти Где-то вот здесь Вот она прорвала Там А вот там Возле кустов Вода Стоит То есть она вот так Прошла Вот так Вдоль дороги Вдоль дороги Ну да Ну всё тогда Уходим Там надо Где-то загромождать всё Чтоб коровы не зашли Ну Давай Всё Слава Богу Уходим 14 мая 2016 года Приехал Гнати Тихонович И Добавил нам темпы в работе Вот Вот опять Он Оступился Вот так Нужно работать 77 лет Почти И пора Стараться И тут всё это Делается Чтобы остановить Скотину Скотина стремительно Стремится На Блатину Разрушить её Мы всеми путями Предотвращаем Ихне нашествие Это свежие спелиные берёзки Около двух сотен Было их И есть сейчас Это от них ветки Вон там ошкуренные жердины уже Две штуки Тут целый Деревня то всё Можно применить Свои таланты Откуда Целый боевой редут Линия Мажино Вот Сколько Тут Берёзок Давайте Вы Поснимайте Я потаскаю Давай Давай Володя Переплетаем А там Потом Емельки Отдав Видишь У нас всё есть В достатке Вот Сейчас Я подам Вон 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 Туда Моё Моё сумочку Отбросил Как Неуважительно Повешай её Давайте Переплетайте так И потом Дальше туда надо Унести Тот Конец Переплести Здесь Коровы Залазят Ну а между этими Та ещё Наталкаешь Там Чтобы видно было Поднимай Прямо Кверху туда И Тут Не пронести Ты Володя Прими у него туда Накидай на середину Дамбы Никита то уйдёт Туда труднее будет А там у нас Сергей И Виталий Шкурят Сейчас думаю С Виктором поговорить Ещё Охота заложить Южный Северный Два пруда Один Назвался Это КТФ Это конная товарная ферма Ну а не знаю Ну а тот Рыжковский Рыжкова Это Рыжкова она Она вышла за Потеряева замуж Основателя Ну Жили хорошо И поэтому всех Раскулачил Сатана Коллективизация Нигде нет Опогубленные души Интересно В комсомольской правде На развороте Огромная статья была Если бы большевики Не победили в семнадцатом году Нас было бы Шестьсот пятьдесят миллионов Вот и всё Шестьсот пятьдесят миллионов А сегодня пустая земля Россия Как в войне и мир Князь Волконский Погибла Россия Погибла Россия Вот так Ну давай там всё Забирай это туда вези А там мы придём разберёмся Мы хотим сейчас на другой пруд ехать Да Да Бери на тележку Видишь как у нас работают люди Вот это нормально А то сонные говорится Через губы не переплюнет Мы сейчас с Виталием отобьёмся Чтобы он учился работать Я спортом занимаюсь Спортом Деревня Одна работа Один клапан открыт И ниже поезда Тебя надо держать будет Сейчас я подойду и подержу Иначе тебе не загрузить Так Володя Там всё Я отхожу Там храм На солнце Как еще не увидишь Тебя видать наверное храм Показать если Завтра ожидаем митрополита Местная митрополит Барбуржская Сергия Иваникова Ну и там будет Филарет Архимандрит Там кто еще не знает А вот этот околочек дальше Называется Новая Заря Колхоз Новая Заря Тот Новозоринский околочек Мы сожгли его в 98 году Там гнезда грощитные По 15 гнезд на одной На той березе было Всё уничтожили Басека там стояла Там сторожем Зимой мой отец работал У нас на большой капель в марсе Только оборудование За двумя волками один брался Вот так Фило всё это складывает Сейчас Хотя подержу Ты завяжешь и пошел И там так оставишь Не разгружая Вот так Всё Пошел Володя тут Ишь какая работа Это работа Каждый день И благодарение Богу В поте лица В подлинном смысле Выполняется Это Вот Всё Загрузился Никита Что осталось У нас Теперь на другой пруд Потащимся Пока один А там вдвоем Дальше будем Там больше нагрузим Раз в пять Тележка Как тачка На колесах Без подшипников Вон там Встали Вставались Все Тележки Дальше еще дальше он работал хорошим попался здесь попался оплате заплатили по полной стоимости вот алексей владимир вот он был здесь закрываем чтобы коровы не могли сюда подняться никак перекрыть коровы не должны здесь быть пляж мы на этой стороне от перешли уже сейчас тут лагерный огородчик вот так все это мотается чтобы показать какая высота здесь только вот это на ровном месте мы перегородили на всякий случай когда будем поднимать вот здесь замышь пателли Вот как красиво вода, как море. Вот какой пруд у нас получился. Нашлись благодетели, которые помогли и средствами. Ну и вот так, видите, как искать санитария. А вот там мы, где сейчас работали с Володей. Где будет главный центральный поток воды уходить слив. Я вот даже не знаю, показываю и непонятно, видно это будет или не видно. Что приближаю. Вот как будто бы нащупал белое что-то. Ну такой съемщик-то, режиссер-то. Плохенький. Вот здесь вода. Я к воде отпускаюсь на воду. Возьмем на воду, чтобы не было. Возьмем на воду, чтобы не было. Если нужно на один метр за счет, то это было бы сделано. Мы думаем, Господь благословит нас все время. Надо жерню перегородить вот эту. Ну-ка, давай. Переверни ее туда и воткни ее. А ты можешь этим концом. Возьмем на воду, чтобы туда не зашло. Прямо как ограда идет, туда в воду толкай. Ну, делай тонким. Теперь дальше, 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 в воду толкай. Прямо подальше в воду, подальше в воду. Еще дальше. Как можно больше дальше. Подожди. Подожди, нет, 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 рановато. Подальше, чтобы тут концовка была. Когда воткнешь, чтобы тут только остался конец. Подальше, чтобы коровы не зашли. Так, втыкай. Вот это пойдет. Давай. Все, закрепляй. Есть чем закреплять. Веревочки там все. Сюда она уже не зайдет. А потом там столбушок закопать. Володя, потом посередке там закопать. Поставить что-то. Чтобы она на нем торчала. Можно сейчас же будет сделать. Значит, она прогнется там, а корову уже не полезет. Им не надо. Пониже опускай только, пониже. Только от края опусти пониже. Ты высоко задал. Еще ниже, еще, еще. Вот так. Вот так примерно. А там приподнимем. Вот так, короче. Благодаря тебе, мой Господь. Ты услышал молитву нашу в том году. И сохранил этот путь. И все, что надо делать. И все это было бы не было бы не поезжать. Это труд, дабы скотина не могла приближаться. Там, где не нужно. Не портила. Это твоя милость к детям твоим. Мы ничего не имеем, но мы не представляем, что это происходит. Большинство предметов на мере. У нас все наше пребывание здесь. И все приходящие, которые входящие. Мы всегда присыщены присутствием. Пронервовая душа, что это происходит. Пронервовая душа, что это происходит. Пронервовая душа, что это происходит. А что спрашивают сегодня? И когда начинаешь говорить по правде, это тщеславие, гордыня, прелесть. А кто? Те, которые являются вовремя. Упредители, медоволы, священнослужители. Кажется, особенно злостно ведут себя беззадерзлая пьена. Это ужасное состояние. Они вообще не понимают. Беззадерзлая душа, беззадерзлая душа. Это условие, беззадерзлая душа. И когда узнают, что Господь в человеке тайно держит. Почему обратить человека к латаусу? Говорит, ну уже тысячи талантов. Здесь ни одного таланта лет лезут. В них покрестить ни одного таланта. А это все отрицательно. Никого не крестят. Беззадерзлая душа, мы говорим, все католичные. Попыток все тут с украинцем. Посмотрите, проверьте фамилии, архиереи. Кто они? Они враги православия. Я вообще доказываю это. Мне-то разницы нет. Что же, разница есть. Кто будет здесь дальше жить. И вот мы это дело делали. Вот сегодня, видите, хостучками все загородили, чтобы скотина не зашла. Сейчас пойдем на второй пруд повезем, на тележке, на себе. Вот тут ласточки летают. Потом у Игоря там посмотрим ласточек. Сейчас мы сразу туда едем. А тут саланчаки. Дождик чуть-чуть. Вода близкий. В прошлом году он начал на... И вот Амуре, это почти воды. И вода тут и подходит. Вон где вода. И вот где он начал трактор тонуть. Лада не затонул. Этот бульдозер-то. Ну и все, Бог милого способил. Доски не везли. Уже снег идет. Мы мерзнем. Мы с утра до ночи с темна до темна здесь пропадали. Теперь не будет какие-нибудь бамы. Да, и третий больше. И нынче, если Господь позволит, еще два пруда заложить. Северный и Южный. Это микроклимат. Там были маленькие когда-то, а там хорошие. Все, пошли мы с ним.